И Елена Николаевна Шумутина, и совместный с Сергеем Геннадьевичем такое сообщение. Да, очень коротко. Пожалуйста. Спасибо. Кстати, обратите внимание, я тут обнаружил такую штуку на моем микрофоне. Если у вас время будет подходить, я буду вот так вот вашим микрофоном моргать. Хорошо? Да, поехали. Спасибо, Лене Антольевне, за ретроспективу и действительно сравнение российской и британской модели. Мы это на протяжении всех лет слышим, нас сравнивают. Можно ли сравнивать эти вещи? Сложно сказать. От нашей команды должен был выступать Александр Матвеевич, Моисеев, и это было бы справедливо. Но, к сожалению, он тоже приболел, поэтому мы с Сергеем Геннадьевичем коротко дуэтом. Мы занимаемся совершенно конкретными вещами на протяжении 12 лет, управляющими советами. Сложно сказать, получились ли они такими, какими задумал в полной мере Анатолий Аркадьевич. Наверное, действительно, это не все быстро, и российские реалии другие. Но, тем не менее, управляющие советы существуют в большей части школ и детских садов, образовательных организаций России. Конечно, они все разные. И, наверное, объективно так и должно быть. Разные регионы, разные школы, разные родители. И, тем не менее, мы видим, что этот процесс, он действительно, эволюция есть в этом. Если сегодня мы вспоминаем, вот, Исаак Давыдович сказал, что было сделано и куда двигаться дальше, очень коротко хочется сказать о том, что было сделано. Самыми сложными, пожалуй, был период седьмого-восьмого годов, когда мы остались без лидера движения. И, с одной стороны, и, с другой стороны, это был период КПМО, когда в одночасье мы получили вместо 100 управляющих советов периода апробации порядка 20 тысяч управляющих советов по всей стране. И достаточно долгое время пришлось работать с каждым управляющим советом для того, чтобы донести эту идею. И слова благодарности тем, кто, может быть, не совсем веря в идею государственно-общественного управления, в память об Анатолии Аркаевича, нас поддержал. Это и Игорь Михайлович, и Мария Валерьевна, и Сергей Сергеевич, который ушел, и Алексей Николаевич Майоров, который поддержал наши региональные практики, потому что, действительно, это были первые проекты без Анатолия Аркаевича. Особая признательность Ефиму Лазаревичу за то, что он меня и познакомил с Анатолием Аркаевичем, и терпеливо 12 лет смотрит, как я вместе с работой в школе занимаюсь еще управляющими советами. Следующий период, 2008 год, мы зарегистрировали Институт развития государственно-общественного управления. С одной стороны, в память, действительно, о том движении, которое было создано Анатолием Аркаевичем, и, с другой стороны, мы организовали, соорганизовали сетевое сообщество экспертов, людей, к которым эта идея близка, и это сообщество действительно работает. Эксперты из разных регионов нашей страны, сегодня здесь присутствует Таня Литвинчук, директор сельской школы, поселок Борской, Калининградская область. С 2004 года она в нашей команде, и, я думаю, сегодняшнюю трансляцию видят наши коллеги из разных регионов, Карелия, Красноярск, Тамбов. Это 2008 год. В 2009 году мы открыли сайт «Общественное участие в управлении образованием». По сути дела, это самый большой сайт про государственное общественное управление, и сайт, который был в рамках проекта, но, в отличие от многих сайтов, он не прекратил свое существование по окончании проекта, а действительно живет насыщенной жизнью, очень высокая посещаемость этого сайта. И здесь три важные вещи. Первое – это самая большая консультационная площадка для наших управляющих, которые пишут нам, задают вопросы, и наши эксперты отвечают достаточно оперативно. Второе – это большая методическая поддержка. Более 50 книг, брошюр, изданы за эти годы библиотечки для школьных управляющих. Они выложены и на сайте, и тиражируются по разным регионам достаточно регулярно. И что очень важно для нас, был создан дистанционный курс для общественных управляющих вместе с проектной группой «Универсариума», и благодаря поддержке Минобраннауки этот курс размещен на нашем сайте. И каждые три месяца мы проводим обучение, подготовку общественных управляющих. Буквально через неделю заканчивается обучение текущего потока. Это почти 700 человек. Каждые три месяца 700-800 человек, не только работников школ и детских садов, а наших родителей, мам и пап. И что очень важно для нас в своих работах, так же, как Ефимал же говорил, в работах студентов, в этих работах, в этих СС, самостоятельных работах, часто цитируется Анатолий Аркадьевич Пинский, приводится и в текстах, и в цитатах. И на нашем сайте есть страничка, посвященная Анатолию Аркадьевичу Пинскому. Там есть все книги, фотографии, память о нем. Поэтому, может быть, не столь громко и пафосно, как бы ежедневно, ежечасно, спокойно и планомерно мы вспахиваем свой маленький огородик под названием государственно-общественное управление, ориентируясь на те принципы, которые заложены были Анатолией Аркадьевичем Пинским. И надеемся, что те управляющие советы, которые постепенно будут все-таки формироваться, если можно так сказать, нужным образом, правильным образом. Буквально недавно приведу один пример и передам слово Сергею. Ко мне подошла мама и сказала, я специалист по финансовой экспертизе, чем я могу быть полезна своему управляющему совету. Приглашая в совет других людей, мы постепенно стараемся ставить перед ними и другие задачи. Поэтому я надеюсь, что те идеи, которые были заложены Анатолией Аркадьевичем, постепенно, не спеша, но тем не менее, они будут реализованы в наших управляющих советах. Спасибо. Спасибо большое. У вас будет дополнение, Сергей Сергеевич? Буквально одну минуту, я попробую еще один тип анализа представить. Он такой более рефлексивно-теоретический. Три позиции. Что мы недооценили, на мой взгляд, что мы недостаточно проработали, что нового нужно учесть на этом этапе. Мы недооценили неоднородность нашего родительского сообщества и большую часть в этом сообществе группы, настроенные традиционно, консервативно и патерналистки. И эту недооценку мы фактически видим не только в этом направлении, но в целом в образовательной политике. Сегодня интересы этих групп, запросы этих групп фактически в значительной степени реализуются. Но второе, что мы не оценили, что значительная часть нашего сообщества, либерального экспертного сообщества, которое представлял директорский корпус, руководители органов управления разного уровня, не обернули идеи государственного общественного управления на себя. Они, даже выражая приверженность этим идеям в своих текстах, оставались в душе теми руководителями, которые взращивали сильные школы и, конечно, на новых своих местах и позициях не сильно интересовались и не сильно верили в эту идею. До сих пор мы сталкиваемся с этой позицией, когда звучат тезисы о том, что вот совсем недавно мы слышали одного из органов начальников, вот эти родители псевдоэксперты, или один из ученых в известном мне институте, который на ученом сайте говорит, я не верю в управляющие сайты, поэтому диплом на эту тему или магистрскую писать не имеет никакого смысла. И третья позиция, это позиция, мне кажется, очень важная, характеризующая нашу общественную культуру в отношениях с социальным сектором. Это в свое время подмеченное Владимиром Римским и его исследования о коррупции. Это стремление решать свои вопросы в отношениях с образовательными организациями, медицинскими организациями, таким эксклюзивным путем для самого себя. Не кооперироваться с другими, не вырабатывать общие нормы. Вот это по-прежнему действует. Что, мне кажется, мы недостаточно проработали, это роль государства в регулировании вопросов открытости, подотчетности, диалога, когда, с одной стороны, часть родительского сообщества оказалась пассивной, не пошло в открывающиеся, так скажем, двери. С другой стороны, директорское сообщество осталось на своих позициях. Главным регулятором, главным внедренцем идеи открытости и прозрачности стало государство. Государство действовало таким путем, как нормы обычно действуют. И действуют так до сих пор. Замечательный пример. Этой осенью принята методика последняя по независимой оценке качества организации, которая изначально планировалась как обратная связь от общественности. Вот теперь ее результаты размещаются на базговру, рейтинги, все собранные по регионам. А регионы рейтингуются по тому, как они успешно провели это рейтингование. Вот во что превратилась идея такой гибкой обратной связи. И что нам нужно учесть? Вот как раз идеи гибкости, потому что современные информационные технологии, модели, связанные с обратной связью, краудсорсингом, конечно, они ставят под вопрос о том, какие формы взаимодействия гибкие, бесшовные могут действовать в отношениях между организациями образовательными и родителями. Нам нужно учесть новые позиции родителей, действительно реальных экспертов, а не псевдоэкспертов, как их оценивает ряд управленцев. И мне кажется, что, учтя все это, у нас есть опленный оптимизм в глядя в будущее.